На Урале чрезвычайное событие космического масштаба. Сегодня жители нескольких регионов наблюдали редчайшее природное явление. Огненный шар скользил по небу, оставляя огромный белый шлейф. Затем оглушительный взрыв над Челябинской областью. Яркая вспышка, ударная волна и град осколков. Уникальное происшествие зафиксировали тысячи камер. Счастливо вам! Счастья! Свидетелями падения метеорита стали сотни тысяч людей. Многим понадобилась помощь медиков. Число пострадавших постоянно растет. Люди, оправившись от шока, обращаются к врачам. По последним данным областных властей, травмы получили около тысячи человек. В том числе более 200 детей. Большинство ранены осколками стекол. Космическое ЧП нанесло и немалый материальный ущерб. Хроника событий и свидетельства очевидцев в репортаже нашего корреспондента Алексея Иванова. Ученикам этого класса не хватило каких-то секунд, чтобы закончить урок и выйти в коридор. Счастливо вам! Счастья! Примерно то же самое произошло и в спортивном манеже Челябинска. Здесь шли тренировки. От ударной волны здесь выбило оконные рамы. Четыре человека, среди которых и дети получили порезы лица и рук. Подошла на балкон посмотреть. Что это было? Вообще увидела только след этот взрыв. И все стекла на балконе разнесло. И меня попало. Вообще, мне повезло, что я так оделась. Просто слабо очень. Там люди пострашнее с травмами были. Стекла поможидали вместе с рамами, осколки, везде все, глаза и везде. Свидетелями происшествия стали жители сразу нескольких регионов. Космический объект вошел в плотные слайд атмосферы над Казахстаном, а затем огненным шаром прошел небо над Тюменской, Курганской и Челябинской областями. Была мощная вспышка. И на небе остался лишь инверсионный след, словно от ракеты. Хлопом над головой с лицома. Кругом дым черный такой с лицом. Потом вижу стена. Вырвалось лицома. Я чувствую себя за этим волосным. И меня машина покорежала. Мы ехали на машине. Загорелось яркое солнце. А потом взрыв такой. Машину подкинул. Думали, что в машине что-то случилось. Выглянули. Там огромная яркость. Пламя просто огромное было. Ну все, мы остановились. Пламя пошло вперед. А спустя минуты три произошел огромный взрыв. И потом мелкие взрывы уже пошли. Куша аж заложила. Каждую минуту появлялись данные о новых разрушениях. Областная клиническая больница. У терапевта рядом в кабинете стекла вылетели. У меня отрисануло, правда. Просто неприятно было как-то. Больные все испугались. Мы выбежали в коридор. И никто не понял, что это такое. Среди поврежденных 34 лечебных учреждения. И более 350 детских садов и школ. Но, пожалуй, самые большие разрушения получил цинковый завод. Мы находимся на Свердловском тракте. Это въезд в город. И можно подумать, что именно сюда упал тот самый метеорит. Это стена и крыша цеха цинкового завода. Челябинского цинкового завода. Здесь находится склад готовой продукции. И можно видеть, насколько он разрушен. Специалисты говорят, что все разрушения – это последствия ударной волны. В больнице Челябинска госпитализировано свыше 40 пострадавших. Двое – в реанимации. Травмы и ранения получили в основном те, кто в первые мгновения после пролета метеорита решил подойти к окнам. И вдруг все как полетело. Меня волной откинуло от окна на пол. И я локтон воткнила. Меня трясет до сих пор. Не могу изменить. В нескольких районах Южного Урала наиболее пострадавших от взрыва метеорита объявлен режим чрезвычайной ситуации. Отменили занятия в тех школах, здания которых были повреждены. В самом Челябинске под усиленную охрану взяты стратегические объекты. В регионе постоянно контролируют уровень радиации. Он в норме. Системы, объекты, энергетики, связи, транспортные инфраструктуры и жизнеобеспечения населения функционируют. Также проводится тремя судами воздушными мониторинг воздушных. И вся необходимая информация будет доводиться до населения. По словам специалистов, предупредить население о падении метеорита было невозможно. Современные средства слежения за космосом не позволяют это сделать. Эксперты говорят, что метеорит упал в безлюдном районе. И, скорее всего, от этого не будет негативных последствий для экологии. Если бы падение произошло в густонаселенном районе промышленного Урала, то разрушения могли бы быть гораздо более серьезными. Окончательные цифры нанесенного взрывом метеорита ущерба еще подсчитываются. Восстановительные работы уже начались. В поврежденных зданиях вставляют стекла. В управлении МЧС говорят, что все пострадавшие могут рассчитывать на предусмотренные в таких случаях выплаты. Алексей Иванов, Максим Трубников, Олеся Трофимович. Уральское бюро Первого канала. Челябинск.